Виктория замечательного гида из знаменитого французского города Шартер с рассказом, Виктория, с рассказом о главной достопримечательности исторической христианской святыни, городском кафедральном соборе. Чтобы не отнимать много времени, я передаю слово Виктории. Виктория, спасибо, что вы нашли возможность и время присоединиться к нам, но и с нетерпением ждем вашего рассказа. Спасибо. Спасибо, отец Илья, спасибо за приглашение. И я хочу поблагодарить всех тех, кто нашел сегодня время. Я так вижу, что люди из разных уголков мира. Есть из России, есть из Франции, есть из США. Итак, тема сегодняшней лекции будет Шартерский собор. Сразу скажу, для меня это формат не очень привычный, потому что я гид, я люблю диалог. Я думаю, что коллеги меня поймут. Давайте, может быть, немножко начну с того, что я расскажу о себе. В Шартере я живу с 2009 года, то есть, получается, почти 12 лет. И, знаете, попала я туда совершенно мистическим образом. Мне сейчас кажется, что мистическим. Потому что, когда я жила в России, я пела в кафедральном соборе. И когда я еще была в подростковом возрасте, я увлеклась темой готической архитектуры. Я читала лекции по готической архитектуре. И вдруг, в один прекрасный момент, я попадаю в этот город, попадаю в этот собор, собор готический. То есть, у меня было ощущение, что я оказалась на своем месте. То есть, 33 года я прожила в России. И вот я, попадая в Шартер, я у себя дома. То есть, как будто этот собор меня ждал. И вот уже несколько лет у меня есть аккредитация Шартерского собора, ключи от его подземной крипты. Я провожу там экскурсии на трех языках – на английском, на французском и на русском. Приглашаю вас на свои экскурсии, как только откроются границы. Значит, о чем мы сегодня с вами поговорим? Для тех, кто у меня уже был на экскурсиях, для тех, кто собирается на мои экскурсии, понятно, что повторить формат, который я обычно использую, мне не удастся сегодня. Опять же, коллеги меня поймут. Что мы сегодня с вами сделаем? Материала, конечно, очень много. Общую историю я дам крупными мазками. Как в моей традиции, в моей привычке уходить, копать вглубь. Это то, что мы сегодня попробуем с вами сделать, выбрав один из объектов. По своему первому, точнее, по своему второму образованию я лингвист. Мне очень близка тема языков. И сегодня мы с вами будем говорить то, о чем я, в принципе, очень часто говорю на своих экскурсиях, об языке средневековья, об языке средневекового собора. Язык, который частично был нами утерян, но, скажем так, сегодня очень активно мы им интересуемся, его восстанавливаем. К сожалению, современный человек, попадая в средневековый готический собор, чувствует себя в растерянности. У него нет привычки читать средневековые символы, у него нет привычки узнавать библейские изображения, поэтому зачастую требуется проводник. Вот сегодня я буду выполнять роль этого проводника по шартерскому собору. И так, подождите, я немножко перенесу. Вопрос. Всем видно экран моего компьютера? Да, видно хорошо. Спасибо большое. Итак, шартерский собор. Начну с одной истории. Однажды ко мне в гости приехала коллега из Парижа, зовут ее Жанара, многие ее знают, и она задала мне такой вопрос. Вот, Вика, назови мне три причины, по каким нужно приехать обязательно, каждому человеку нужно приехать в шартер. Она навела на меня камеру, я растерялась, но сориентировалась я довольно быстро. Во-первых, смотрите, шартер для русского человека, это слово не так известно, как слово, как Париж, или замки Луары, или Нормандия, но шартер находится всего в 90 километрах от Парижа, час езды от Парижа. Ну, извините, если вы живете в Москве, в Санкт-Петербурге, иногда и на работу добираетесь дольше, чем займет у вас путь от Парижа до Шартра. Дальше. В Шартре находится единственный в мире средневековый собор, который чудом сохранился на 90% в первозданном виде. Такого больше нет нигде. Это, конечно, шартерский собор. Ну, и третья причина посетить шартер, то, о чем мы сегодня, к сожалению, не поговорим, но то, о чем сожалеет отец Илья, который побывал в Шартре и не увидел город. Знаете, однажды мне коллега из Италии сказала, у меня было всегда такое ощущение, когда ты говорила про шартер, что вот стоит чистое поле, а там соборы, все, и больше ничего нет. Ничего подобного именно в Шартре сохранился один из самых интересных, самых живописных средневековых кварталов во Франции. Один из самых больших. И то есть, когда вы приезжаете в Шартр, да, я понимаю, всем хочется попасть в собор, уделите обязательно время для прогулки по средневековому кварталу. То есть, это один из прекраснейших во Франции, с моей точки зрения. Но давайте с вами вернемся к собору. Три причины я вам назвала, почему стоит посетить Шартр. Значит, в чем же его уникальность? Каждый гид и каждый исследователь того или иного объекта, он обязательно расскажет о том, в чем уникальность памятника, который он представляет. То есть, это нормально, я сейчас тоже вам расскажу, в чем уникальность Шартрского собора. Я вам уже сказала про его сохранность, необыкновенную сохранность, такого больше нет нигде. То, что он выжил и сохранился примерно на 80-90%, лично я иначе как чудом назвать не могу, потому что вы понимаете, что, конечно, Шартр не избежал ни пожаров, ни войн. То есть, все это было, но каким-то образом собор сохранился. Дальше. Вам видно текст, да, у меня тоже слева написан, немножко план моего рассказа, что я подразумеваю под словом ЮНЕСКО. Когда ЮНЕСКО, когда эта организация начала выбирать первые памятники во Франции для присвоения титула, все, у меня уже слова не подбираются, памятника мирового наследия, вот представьте себе, во Франции примерно сотня соборов. И когда я говорю о соборах, я не имею в виду только средневековые, но вообще и современные, если говорить обо всех соборах Франции, их примерно сотня. Так вот, из всей этой сотни французских соборов Шартрский был самый первый внесенный в список всемирного наследия. Это был самый первый год, когда ЮНЕСКО начал выбирать объекты для внесения в свой список во Франции. Согласитесь, это впечатляет. Ну и третья причина, почему я могу сказать, что этот собор уникальный. Очень часто в литературе я встречаю, что Шартрский собор – это памятник ранней готики, ничего подобного, это зрелая готика. И что отмечают специалисты? Почему, когда ко мне приезжают историки искусства, особенно американские, они мне очень часто говорят, что это не мои слова, Виктория перед нами король всех готических соборов. Что они имеют в виду? Это необыкновенное единство и гармония стиля. Почему так получилось? Откуда взялась эта гармония стиля? Дело в том, что Шартрский собор был построен в совершенно рекордные сроки. Так, сейчас я переключу. Ладно, следует чуть-чуть попозже. Итак, единство и гармония стиля благодаря вот этим рекордным срокам строительства. Вот давайте возьмем, неважно какой, средневековый готический собор. Нотр-Дам-де-Пари, собор в Реймсе, в Амьене, в Руане. Если мы говорим о том, сколько времени они строились, в среднем это было примерно от 150 до 300 лет. В среднем, правильно? Я думаю, что коллеги со мной согласятся. А тот же Нотр-Дам-де-Пари, насколько я помню, 200 лет строился. Но Шартрский собор был построен в совершенно рекордные сроки. 27 лет. Это вообще как можно объяснить? Нотр-Дам-де-Пари строится 200 лет, Нотр-Дам-де-Шартр 27 лет. То есть это уму непостижимо. Вот именно благодаря вот этой скорости строительства мы видим вот эту невероятную единство и гармонию стиля. Итак, почему же удалось построить собор настолько быстро? Видите, у меня написано слово материалы. Что я имею в виду под материалами? Камень местный. У нас карьер в 30 километрах отсюда, то есть не было проблем доставить камень. Дальше. Второй момент. Дело в том, что на этом холме это далеко не первый собор. Примерно по счету 7-8, толком никто не знает, мы предполагаем 7-8 собор. Так вот, летом, в июне месяце 1194 года сгорает предыдущий собор и остается на его месте, от него остается подземная крипта и западный фасад. Так вот, смотрите, что такое оставшаяся подземная крипта после пожара? Так это же фундамент. Получается, что раз фундамент уже есть, полдела сделано, да? Поэтому это весьма ускоряет процесс строительства. Дальше. Третий пункт. Вы у меня видите, написано «Паломники». Вот что вам нужно сейчас понимать? Что в средние века Шартр – это один из центров всеевропейского паломничества. Во Франции их в то время было два – Монсан-Мишель и Шартр. То есть сюда идут люди со всей Европы. Если сюда и в Шартр, именно в Шартр идут люди со всей Европы, значит, здесь очень щедрые финансовые вложения. Понимаете? С чем связано всеевропейское паломничество в Шартр? С тем, что в Шартре находится одна из величайших святых христианского мира – это покров Богородицы. Его еще называют Плат Богородицы. В Шартре он с IX века, то есть еще до того, как был построен тот собор, который мы видим сегодня. И посмотрите теперь на четвертый пункт, который у меня в плане. Что такое заново обретенная святыня? Если покров был в храме еще до пожара, как же так получилось, что храм сгорел практически до спла, а покров выжил? Слушайте историю, которую, конечно, некоторые историки критикуют. Я не буду рассказывать все версии, но посмотрим на основную версию. Вот представьте себе, июнь месяц, 1194 год, конец XII века. Горит Шартрский собор, рушатся стены, падают своды, после пожара остаются руины. На третий день после пожара из этих руин откапывают трех священнослужителей, которые выносят покров целые невредимы. Некоторые историки, особенно американские, настаивают на то, что это была инсценировка, потому что на самом деле не просто там их откапывают, что они вышли торжественно в сопровождении епископа. Но представьте себе, вот вы под завалами находитесь три дня. Вот вас откапывают после трехдневного сидения в завалах. Вы надышались пылью, и не только пылью, вот этими гарью. Вы выйдете торжественно, из этих завалов, неся покров. Нет, конечно. Я думаю, что они не торжественно вышли, их оттуда откопали, они выползли, не знаю, в каком они были состоянии, но факт тот, что они спасли покров. Как это могло произойти? Когда храм охватывает пламя, вот эти три священника были в алтаре, они хватают святыню и бегут в подземную крипту. Они пережидают окончание пожара там. То есть они спасаются сами, они спасают святыню. А теперь смотрите, что происходит в головах у средневековых людей, у жителей шартра, у паломников. вот это вот трехдневное нахождение во тьме, погребенный под завалами, ничего он не напоминает? И потом обретение святыни, это как трехдневное воскресение Христова. То есть вот такие ассоциации были у средневековых людей. Чудо произошло. Как воскресение Христово. Наша святыня снова с нами. И понимаете, для них, конечно, это не просто тряпочка. Для них это Богородица, которая от нас не отвернулась, которая осталась в нашем городе. Понимаете? Только дом ее сгорел. И сейчас нужно построить новый дом еще выше, еще краше предыдущего, зарождающегося в тот момент готическом стиле. И вот этот энтузиазм людей, вот эта радость, вот это счастье, которое охватили город, которое охватили всех паломников, которые находились в напряжении в течение трех дней. И вот это вот счастье и радость, и энтузиазм привели к тому, что практически все жители, города участвуют в строительстве нового храма. То есть, вот если ты богат, ты приносишь деньги. Если тебе нечего принести, ты тащишь на себе камни. То есть, это было такое большое народное строительство. Вот вам, пожалуйста, я перечислила четыре пункта. На самом деле, их больше. Почему собор был построен в такие рекордные сроки? Всего 27 лет. Вот почему такая гармония и единство стиля. Который очень ценят историки искусства. Переходим дальше. И так, я вам рассказала про обретение святыни, про то, как святыня осталась в городе Шартре. И так, я уже упомянула, что это покров Богородицы или плат Богородицы, рассказала о его спасении. Вопрос в том, как вообще эта святыня попала в Шартр. Почему Шартр стал центром всеевропейского паломничества? Случилось это еще в девятом веке. Я, как человек, у которого проблема с запоминанием чисел, мне бы было легко запомнить 876, 876 год, Карл Лысый дарует городу эту святыню, покров Пресвятой Богородицы. Смотрите, что мы сейчас с вами сделаем. Если вас интересует, потому что очень часто на экскурсиях люди задают вот такой вопрос. А как эта святыня попала к Карлу Лысому? Я говорю, ее подарил Карл Лысому и его дедушка Карл Великий. А как попала к Карлу Великому? Давайте, чтобы сейчас не терять время, я вам посоветую, можете даже сейчас записать. На канале YouTube, простите, на YouTube есть документальный фильм телеканала Культура, называется Шартр или Париж стоит мессы. Шартр или Париж стоит мессы. Там историк Тимофей Китни, с которой на днях получился священческий сад, рассказывает о том, как, очень подробно рассказывает о том, как покров попал Шартр в Шартр и Сабо. На экскурсиях я тоже об этом рассказываю. Итак, покров у нас в Шартре. Переживает пожар. И вот вопрос, который очень часто задают мне экскурсанты. Виктория, а вы уверены, что покров у вас настоящий? На самом деле вопрос вызывает улыбку, но не совсем, потому что мы все прекрасно знаем, что поддельных святыней в мире очень много. Действительно, в 20 веке была проведена химико-биологическая экспертиза покрова, которая установила, что ткань датируется первым веком нашей эры. Сама ткань была создана на территории Сирии, Палестины, то есть вот примерно в том месте. Смотрите, совпадает время, совпадает место, а дальше вот то, о чем я говорю всем паломникам и туристам. Дальше это вопрос нашей веры. Насила его Богородица или нет? Потому что никто, ни один ученый ни доказать это, ни опровергнуть не может. Это вопрос нашей веры, понимаете? И смотрите, вдруг в конце четвертым пунктом я аж прям большими буквами написала двойная святыня. Что я имею в виду? Сейчас я хочу рассказать информацию, которая была чрезвычайно важна для средневекового паломника. Смотрите, средневековый человек верил, что Богородица носила этот покров во время беременности, то есть в момент Благовещения и вплоть до Рождества Христова. И потом она запеленала Христа в этот покров. Ну и что скажете какая разница, носит она его до беременности или после беременности. Так вот, оказывается, для средневекового человека это было очень-очень важно. Почему? Потому что для него это была двойная святыня. Что значит двойная святыня? Потому что она прикасается к двум телам. Не только к самой Марии, а покров, кстати говоря, 5 метров 60 сантиметров размер индийского сари, то есть он не только на голову надевается, но он вокруг тела оборачивается. Итак, он прикасается не только к телу самой Марии, но и к телу Христа у нее в очве, а потом к телу новорожденного Христа. Понимаете, что значит двойная святыня? Она прикасается к двум телам. Это святыня и Богородичная, и Христова. Очень важная святыня. Именно поэтому в шартр идут люди со всей Европы поклониться по крову Богородицы. Говоря о том, что Богородица, о том, что это святыня двойная, потому что Богородица насилила во время беременности, я могу перейти к следующему пункту, потому что вот это понятие беременности, оно очень важно для Шартрского собора, мы его находим и во многих изображениях, и во многих символах в Шартрском соборе. И в частности символ беременности, вынашивания ребенка, спрятан в Шартрском лабиринте. вот вам вид сверху, который известен во всем мире, то есть обычно он открывается у нас по пятницам, сейчас, к сожалению, к сожалению, лабиринт весь этот год был закрыт, из-за, сами знаете, из-за чего, вот, то есть люди со всего мира приезжают в Шартр ради того, чтобы пройтись по этому лабиринту. Итак, как же символ, как же лабиринт может быть связан с символом, беременности, символикой беременности. Ну, давайте немножко отступлю от этой темы, просто так, буквально в двух словах. Лабиринт был создан одновременно с Шартрским собором, то есть это самое-самое начало 13 века, 1201 год. И вы должны понять, что лабиринт этот уникальный. В чем его уникальность? Дело в том, что, к сожалению, в 17, 18 и даже в 19 веках практически все лабиринты во Франции были разрушены. Почему? Я имею в виду соборов французских. Почему люди разрушали соборы? Потому что они забыли, зачем, не соборы, извините, лабиринты в соборах. Потому что они забыли, по какой причине эти лабиринты создавались. Действительно, долгое время наши историки пытались понять, раскапывать источники, пока не нашли несколько источников, которые были просто полны символическими значениями. К сожалению, я прекрасно себе отдаю отчет, что если я сейчас вам буду рассказывать о всех символических значениях шартерского лабиринта, мы с вами тут на полтора часа зависим на лабиринте. Поэтому я вам расскажу о самых интересных, самых важных. А, подождите, забыла сказать. Когда разрушили практически все лабиринты в других соборах Франции, вот шартерский лабиринт чудом не был разрушен. То есть это оригинальный, это тот самый лабиринт, который был создан в начале 13 века. Вот в чем его уникальность. Тоже, кстати, его хотели разрушить. Виктория, тем не менее, вы могли сказать, для чего лабиринты в соборах строились? Потому что я не думаю, что многие наши слушатели в принципе знакомы с этой темой. Хотя бы пару слов. И вот давайте. Зачем строились лабиринты? Было очень много для этого причин. Ну и в частности, я сейчас хочу поговорить о том, какую символику заложили средневековые каноники в лабиринт. То есть зачем они его построили? Что они хотели этим сказать? Так? Значит, если вы сейчас посмотрите на картинку, вы увидите, не знаю, у вас хорошее разрешение или нет, что лабиринт состоит из желтых камней. Видите, мы желтыми камнями выложим, да? Количество этих камней в Шарстенском лабиринте 274. Это не случайность, потому что это и есть то самое количество дней беременности между Благовещением и Рождеством Христовым. Помните, я вам говорила, символ беременности. Значит, и сейчас мы подходим к ответу на вопрос от Сайли и что? Что для нас это значит, да? Посмотрите, пожалуйста, я сейчас вам показываю курсором, видно вам слева вход в лабиринт. Значит, лабиринт символизирует нашу христианскую жизнь. Значит, когда начинается наша христианская жизнь, где у меня, а, вот моя ножка, и когда начинается христианская жизнь наша, нам кажется, что вот сейчас, прямо сейчас нас вынесет прямо к Богу, да? Когда я говорю христианская жизнь, то есть я имею в виду не просто наше рождение, христианское, да? Видите, вот начинается наше движение по желтым камням. Поехали, да? И вдруг, ну, это в жизни каждого человека происходит, начинаются вот эти петляния, да? Эти искушения в нашей жизни. Мы то отдаляемся от Бога, то приближаемся к нему, вот смотрите, вот они пошли, эти петляния, да? И в тот момент, когда нам кажется, что мы уже так далеко от Бога, что просто уже невозможно, да? Нас выносят в самый центр. Значит, что же ждет нас в центре лабиринта? В центре лабиринта нас ждет встреча с Богом, да? Это то, о чем я рассказываю, это очень удобно показывать в Шартерском соборе. Сейчас вам придется подключить свое воображение и просто верить мне на слово. Значит, дело в том, что центральное изображение западной розы собора – это Христос страшного суда. Так вот, это центральное изображение проецируется на центр лабиринта. То есть, в центре лабиринта это Христос страшного суда. Итак, смотрите, вот наша Христос, еще раз напоминаю, лабиринт – это наша христианская жизнь. Как бы мы ни петляли, как бы мы ни отдалялись от Бога, как бы мы ни приближались, в конце нашей жизни абсолютно все попадают в центр, абсолютно все встречаются с Христом. Потому что, еще раз посмотрите на изображение лабиринта, дорожка там всего одна. Видите? То есть, заблудиться в нем невозможно. Все попадут в центр рано или поздно, все. А теперь снова возвращаемся к теме беременности. Причем, здесь беременность и наша христианская жизнь. Может быть, кто-то из вас уже догадался. Дело в том, что христианская жизнь не заканчивается встречей с Христом в конце, с Христом страшного суда, не заканчивается нашей смертью. и вы, дойдя до центра лабиринта, не останетесь там на всю жизнь. Вам придется рано или поздно из лабиринта выйти. Так вот, как вы выходите из лабиринта и куда вы попадаете? Вы попадаете в вечную жизнь. То есть, смотрите, лабиринт как символ беременности и наша жизнь как приготовление к вечной жизни. после встречи со Христом, после смерти, после встречи с Христом. Сложно или понятно? И, смотрите, последний пункт, там у меня написано «Тесеи Минотавр». А вот это вот уже одна из загадок Шартерского собора, которая мне очень нравится. если вы сейчас увеличите изображение, вы увидите в центре лабиринта, видите, такой круглый центр, такой прямоугольник. Если вы попадете в Шартерский собор, вы увидите в центре этого, внутри этого треугольника натыканы гвоздики. Некоторые думают, что это созвездие. Ничего подобного, никакое-то не созвездие. Дело в том, что в центре этого лабиринта когда-то была медная плита, до французской революции была медная плита с изображением Боя Тесеи и Минотавра. Слушайте, это, конечно, фантастика. Греческий миф, языческий миф в центре христианского храма. Это что? Вообще, это скандал, согласитесь? На самом деле, этому было объяснение. В Шартере была знаменитая школа, которая прогремела на весь мир и даже несколько лет назад в Москве была выпущена книга под названием «Шартерская школа». Неважно. В этой школе с большим-большим вниманием и уважением относились к античной философии, к античной культуре. Давайте вернемся к мифу о Тесеи и Минотавре, которые были изображены в центре этого лабиринта на медной плите. Вспоминайте историю. Минотавр, который пожирал молодых людей, находился в центре лабиринта и множество молодых людей пытались спасти народ от этого чудовища, но погибали в схватке с Минотавром. И вот молодой человек по имени Тесей тоже решает рискнуть своей жизнью и сразится с Минотавром. Дело в том, что лабиринт в греческом мифе был гораздо более сложный. Если здесь у нас всего одна дорожка, то в греческом мифе в лабиринте заблудиться было очень легко. Вспоминаем, что же помогло Тесею выбраться из лабиринта. Потому что Тесей победил в итоге Минотавра, он его убил. Но был второй вопрос, как же выбраться Тесею из лабиринта. Помните, что до того, как он вошел в лабиринт, в эту ловушку, Ариадна дает ему нить, которую он прикрепляет в начале, с которой он идет по всему лабиринту, и благодаря этой ниточке он выходит из лабиринта. А вот теперь внимание, сосредоточились. средневековый каноник, философ, теолог ассоциирует Тесея с Христом, Минотавра с дьяволом. Итак, после своей смерти Христос спускается в ад, чтобы победить силы дьявола, смерть. так же, как Тесея проходит в центре лабиринта, чтобы победить Минотавра. А вот что представляет, если Тесея это Христос, а Минотавр это дьявол, силы смерти и так далее. А что же представляет собой Ариадна? Ариадна это христианская церковь. И вот эта вот ниточка, которую она дает Тесею, это учение христианской церкви. Это наша спасительная ниточка. И вот если мы с вами, дойдя до центра лабиринта, захотим из него выйти и попасть в вечную жизнь, вот о чем вам говорит средневековый каноник. Для того, чтобы попасть в вечную жизнь, вы должны следовать учению христианской церкви, как вы следуете нити Ариадны. Здорово. Мне очень нравится вот эта вот связь, которая с первого взгляда не очевидна. Вот это вот понятие беременность, наша христианская жизнь как беременность, как приготовление к вечной жизни, да, наше взаимоотношение с Богом внутри этого лабиринта, как мы приближаемся, как мы отдаляемся, как мы все равно рано или поздно встретимся с христом и как мы попадем в вечную жизнь благодаря нити Ариадны. Вот такая глубочайшая символика в этом лабиринте, скажем так, это верхушка изберга, потому что рассказывать о лабиринте я могу, конечно, бесконечно. И раз уж мы с вами заговорили о символах, мы же находимся с вами в средневековом храме, правильно? Средневековый это вообще в принципе язык символов. Я вам в начале лекции сказала, что, к сожалению, мы его практически утеряли, он нам стал непонятен, незнаком. Вообще, что такое символ, если уж мы так будем рассуждать? это, наверное, возможность сказать, рассказать о сложных вещах с помощью простых знаков, простых изображений, простых слов. Нужно понимать, что, да, большинство людей в средние века были неграмотными, и когда они приходили в средневековый собор, неважно, кто ты, князь или ремесленник или крестьянин, ты, благодаря вот этим символам, благодаря вот этим значкам, ты начинаешь понимать, о чем с тобой разговаривает христианский собор. И здесь я хотела бы процитировать моего любимого Эмиля Маля, это искусствовед, который очень хорошо известен во Франции, специалист по средневековому искусству, и его труды были переведены на русский язык. Вот даже если я буду плачутся, это буквально настольная книга, вот она тут, видите, Эмиль Маль. Если вы увидите количество закладок, я потом, конечно, успокоилась и перестала, потому что у меня такое было ощущение, что у меня закладок больше, чем страница в этой книге. То есть это моя настольная книга, вот он Эмиль Маль, очень его люблю. Подождите, в свою очередь Эмиль Маль очень любил Шартерский собор. И вот что он сказал о Шартерском соборе. Во всей Европе нет ни одного памятника, который мог бы хотя бы отдаленно сравниться по широте и полноте с догматической программой Шартерского собора. Все великие идеи богословов, авторов энциклопедий, толкователей писания были запечатлены в витражах и скульптуре соборов. Со второй половины 16 века искусство Средневековья становится загадкой для зрителя. Именно тогда окончательно умер средневековый символизм душа и сердце нашего религиозного искусства. Сразу вам скажу, что я смотрю на вещи немножко более оптимистично, чем Эмиль Маль. Я еще верю, что символизм не умер. Просто иногда нам нужен проводник. Вот сейчас перед вами находится скульптурный портал, северный портал Шартерского собора. Если не специалист встает перед этими статуями, конечно, нас поражает его красота, но нам обязательно нужен проводник. То есть я могу быть тем самым проводником для вас сегодня, потому что я еще в самом начале сказала, что мы с вами будем говорить о языке символов Средневековья. То есть я постараюсь сегодня вам в этом помочь. То есть что мы с вами сегодня будем делать? вот объект средневекового искусства как луковка, как луковичка, то есть мы можем увидеть на поверхности, на поверхности у нас изображается какая-то история, а может докопаться до сердцевинки. Вот то, чем мы с вами сегодня будем заниматься, будем распаковывать эту луковичку. Сначала мы будем говорить о том, что находится на поверхности, какая история спрятана на поверхности. Второй слой это язык символов. Обычно на экскурсиях мы говорим о символике чисел, о символике цвета, о символике геометрических форм. В средние века все это важно. Важно то, как льется свет, важно то, где расположен витраж, какого цвета одежды, все это важно. И когда мы стимим вот эту оболочку символики, перед нами предстанет сердцевинка. Сердцевина это самый глубокий уровень понимания того средневекового памятника. Это то послание, которое зашифровал для нас средневековый каноник, средневековый философ, средневековый теолог. Это уровень зашифрованных посланий. Это то, то есть цель средневекового искусства это назидание в конце концов, правильно? То, чему хочет нас научить тот средневековый каноник, который заказал создание, например, именно этого витража. Итак, сегодня мы с вами будем распаковывать луковки. Поехали. Нет, давайте я спрячу от вас это будет читать. Шаттерский собор это, конечно, бездна. Можно сконцентрироваться на его истории, можно взять скульптурные порталы, экскурсия просто по скульптурным порталам может длиться два-три часа, можно взять только лабиринт, можно взять только витражи. Про лабиринт мы сегодня с вами поговорили, скульптурные порталы, сразу скажу, что не хватит нам времени, я боюсь вас утомить. Поэтому я сегодня выбрала для вас витраж. Витраж я выбрала для вас и для тех, опять же, кто был у меня на экскурсиях, не тот, который я обычно показываю на своих экскурсиях, витраж святого Евстафия Плакиды. Почему я выбрала именно его сегодня? Во-первых, мне самой интересно порассказывать то, о чем я не говорю на экскурсиях, для меня это возможность. Его не очень удобно показывать туристам ни с методической, ни с педагогической точки зрения, потому что он не совсем вписывается в схему традиционных витражей. Поэтому я сейчас на вас буду отрываться. И еще причина дело в том, что святой Евстафель, не зря я сказала в самом начале, что я знаю, что сейчас я вижу, что меня сейчас смотрят люди со всего мира. Атец, Илья из Америки, из Франции, коллеги, друзья из России. Святой Евстафель это тот святой, который знаком практически во всем мире, всему миру. тогда вы можете задать вопрос, а почему я не выбрала святителя Николая. Дело в том, что в Шахтерском соборе есть несколько витражей с изображением святителя Николая, но, скажем так, их художественная ценность несколько ниже, чем ценность витража с изображением святого Евстафия Плакиды. Итак, смотрите, когда я готовила эту лекцию, я нашла цитату совершенно волшебную, настолько эмоциональную, которую описывает именно витраж святого Евстафия Плакиды. Один из исследователей шахтерских витражей Жан-Поль Дерамбель написал, вот вы можете прочитать эту цитату здесь, Евстафия, потому что искусство витража расцветает здесь с великолепием, которому нет равных. Евстафий потому что больше нигде цвета, формы и композиция не достигают подобного совершенства. Евстафий, потому что его история резко отличается от жизнеописаний других святых, более классических, с их стандартным путем возведения в священнический сан, изобилием чудес и назидательным бытием. Евстафий так мало похож на святого, что в витраже его не решается увенчать нимбом, какая же она странная история его жизни. Такая необыкновенная эмоциональная цитата. Ну и действительно, жизнь святого Евстафия похожа на такой очень захватывающий приключенческий роман. Итак, кто такой святой Евстафий Плотида? Это легендарный герой второго века нашей эры. Его жизнеописание было подхвачено и интерпретировано уже в восьмом веке 726 году Иоанном Дамаскиным и после этого оно было переведено на латынь. И как только его житие было переведено на латынь, оно стало стремительно распространяться в западном мире. Но не только в западном мире. И в Стафии Плотида очень хорошо известен и в России, его очень почитают в Грузии, его фрески есть и в Софии Киевской, и в Румынии, и в Болгарии, где только его нет. То есть такой международный получился святой. Итак, немножко предыстории. Начинается приключенческий роман, да, приготовились. Кстати говоря, некоторые мои коллеги любят именно этот витраж и любят показывать его детским группам, потому что история действительно захватывающая. Итак, второй век нашей эры жил да был время военачальник, которого звали Плокида, военачальник высокого ранга, некоторые называли генералом, и служил он императору Трояну. и дело в том, что этот человек был очень щедрый, очень добрый, очень благочестивый, но был он язычником, то есть он поклонялся языческим богам. Но однажды в его жизни произошла необыкновенная встреча. И вот в результате этой встречи Плокида обращается в христианство, обращает в христианство всю свою семью, жену и сыновей. И вот после этого обращения в христианство, после его крещения, Плокида обретает имя Евстафия. И дело в том, что его жизнь, вот этого жизни, новоначального христианина очень быстро становится, превращается в такую череду испытаний, причем очень суровых испытаний, о которых нам расскажет вот этот витраж. Итак, начинаем с вами приключенческие роман. Мне кажется, нам мешает немножко вот это сверху. Видно вам полосочку, как же ее убрать? Нет, нет, видно нормально. Нормально, да? Спасите, Итак, римский военачальник Плокида увлекался охотой. Благородно, это, конечно, такое увлечение, особенно он любил охоту на олени. Олени тоже благородное животное. И вот в самой первой сцене этого витража мы, сцена совершенно с точки зрения искусства, с точки зрения композиции, цвета совершенно необыкновенная. что мы видим на первой сцене, вот сцена охоты. Галопом мчатся лошади. В центре на лошади восседает сам Плокида, военачальник, в благородных одеждах, он трубит в рожок. Что меня забавляет в этой сцене, что несмотря на то, что мы видим, движение композиционное и в том, как расположены ноги животных, мы видим стремление галопирующее, но при этом расположение тела Плокида совершенно неподвижен, то есть в нем нет этой суеты, благородный товарищ. За ним на белом коне скачет его друг, который уже начинал лук, видно у него в одной руке стрела, и впереди видно, что они преследуют трех оленей, которые убегают от своры гончих псов, видно внизу собаки, тоже таким реализмом они изображены, начинается такой хвостик с колечком закрученный, вот, то есть все в этой сцене, вся подчинена этой динамики движения, запрокинутые головы оленей, вот эти вот ноги, кидающиеся псы вдогонку, да, вытянутые их формы, пропорции, да, аэродинамика, вот, когда мы говорим о том, что, когда я начинаю разбирать витраж, иногда я забываю обратить ваше внимание на то, что находится вокруг вот этих сцен, помните, я вам сказала о том, что вот именно этот витраж, это, конечно, шедевр с точки зрения и цвета, и форм, и композиции, да, вот, я вам буду рассказывать о сценах, а вы обязательно, обязательно смотрите на тот орнамент, который у нас вокруг этих сцен, вот это же чудо, да, листья, цветы и деревья, так, переходим к следующей сцене, дополняют сцену охоты четыре медальона, которые, вот у меня дома тоже собачка живет, мне очень нравится разглядывать этих, это слуги Евстафия, да, если у самого Евстафия, благородного военачальника, были такие длинные, одежды неиспадающие, то слугам, у богатых людей содержание охотничьих псов, это было дорогое удовольствие, и требовалось, конечно, наличие вот таких слуг, посмотрите, вот видно, что они сдерживают, на поводках держат этих псов, у некоторых тоже рожки охотничьи, посохи, то есть они готовы спустить этих псов в тот момент, когда увидят животное, на которое гонится, на которое охотится их хозяин, вот такие небольшие детали охоты, их, конечно, можно изучать бесконечно, потому что видны практически энциклопедии средневековой жизни, дальше происходит самое главное чудо в жизни Евстафии, увидев, что один из оленей, один из самых красивых оленей отделился от общей массы, Евстафий решается последовать за ним, то есть он бросается в погоню именно за этим оленем, и тут случается чудо, олень разворачивается, спрыгивает на скалу, и вдруг между его рогов Евстафий видит распятие, на распятие Христос, не знаем, видно или нет, если опять же увеличить изображение, видно, что это не просто крест, а именно распятие, в жизни описания написано о том, что Евстафий упал с лошади, здесь у нас не упал, он к оленопреклоненный перед этим оленем, потому что олень говорит одну фразу, которая многим из вас будет знакома, плотида, почему же ты гонишь меня, вот ничего вам эта фраза не напоминает, наверное, отцу Ильяна напоминает, апостола Павла по дороге в Дамаск, да, 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 то есть когда апостол Павел, тогда он еще не был апостолом, тогда он был савлом, нагонителем христиан, абсолютно верно, он направляется в Дамаск, и, да, раздается этот голос, савл, савл, почему ты гонишь меня, да, вот эта аналогия с савлом, да, который потом обращается, который потом становится апостолом Павлом, да, здесь происходит то же самое обращение плотида, когда он слышит этот голос, он падает на колени, говорит, кто ты, Господи, и тогда голос ему объясняет о том, что я Христос, ты своими добрыми делами служишь мне на самом деле, ты уже служишь мне, но все, что тебе остается сейчас сделать, это пойти найти священника, креститься самому, крестить свою семью, и дальше вести уже подлинно христианскую жизнь. В этой сцене очень много того, что спрятано, то, что спрятано за первичным смыслом, за первичной историей. Во-первых, символика оленя. Дело в том, что олень вообще как животное, оно присутствует во многих легендах, в легендах всего мира. В христианстве олень символизирует либо самого Христа, это животное благородное, либо он символизирует христианскую душу. Очень часто мы видим изображение оленей, которые идут на водопой, которые пьют воду из источника. Это христианская душа, которая питается Словом Божьим. Вода как источник, как Слово Божье. Иногда изображение оленей встречается на купелях для крещения. То есть обращение нашей души к источнику воды как символ крещения. Дальше. Второй очень мощный символ, который спрятан в этом изображении, это та скала, та камень, на которой вспрыгивает олень. То есть смотрите, этот момент очень важный в жизни описание. Олень не просто бежал по лесу, развернулся и стал говорить с плакидой. Он вспрыгивает на скалу. То есть он находится выше плакиды. Итак, символика камня, символика скалы христианской культуры, это очень часто символ мудрости, премудрости. Помните, Христос сказал апостолу Петру, ты камень, на котором я воздвигну свою церковь. И еще третий смысл, который придается именно камню в христианской культуре, это возвышение, то есть это движение вверх, движение нашей души к Богу. То есть вот этот олень сейчас показывает плакиде направление вот этого движения. Но пока что плакида преклонил свои колени, изумленный, конечно же, не ожидал. Он складывает руки в молитвенном жесте. И смотрите, еще такая интересная деталь, которая далеко не каждый святой этого заслужил. В этой сцене мы видим то, что мы называем теофонией, богоявления. Разверзаются небеса, оттуда появляется рука Бога Отца, не сходит на плакиду благодать Духа Святого в тот момент. И плюс мы видим распятие с Сыном Божием на кресте. То есть вот оно, изображение теофонии. То есть это довольно редко встречается в жизнеописаниях святых. На что еще можно здесь обратить внимание? Это цвет одежды. В этом витраже и в стафе плакиды будет часто менять, будет периодически менять свои одежды. Итак, зеленый цвет. Нужно понимать, что в средние века цвет был очень важен, очень символичный. И практически каждый цвет имел двойное значение. И позитивные, и негативные. В данном контексте, конечно, цвет зеленый, как цвет надежды, жизни и воскресения, и преображения, воскресения скорее. Вот сейчас происходит тот момент, тот момент, когда плакиды, в тот момент еще его не звали истафием, то есть он воскресает, то есть он отрекается от прошлой жизни и получает надежду на вечную жизнь. зеленый цвет, цвет надежды, жизни и воскресения. Хотелось бы увидеть вот такую деталь, которая может быть с точки зрения теологической, а может быть, кстати говоря, она имеет значение. Мне очень нравится, как обмениваются взглядами персонажей. и так. Ну так, мне кажется, очень трогательная такая деталь. Если плакида смотрит на оленя, олень смотрит на благодать, которая не сходит на плакиду, а куда же смотрит лошадка? Лошадка, конечно, тоже смотрит на оленя. Красивый же олень, правда? Очень такой трогательный обмен взглядами, очень выразительные лица и бардашки. Но идем с вами дальше. Конечно, после такой необыкновенной встречи плакида не мог остаться, не мог жить прежней жизнью. И он и его семья обращаются к епископу с просьбой о крещении. И вот здесь мы как раз видим сцену крещения плакиды. Он по пояс погружен в купель, его крестит никто иной, как епископ. Сзади него священник с пузыречком масла. И вот смотрите, здесь дьякон с посохом. И вот смотрите, тоже интересная деталь. Скоро у плакиды появится новая одежда. Видите, служитель держит в руках белую тунику. Еще одна символика цвета, белый цвет, цвет чистоты, цвет непорочности. То есть отныне плакида будет носить после крещения белую тунику. А теперь смотрите, под чашей маленькие буковки. Трудно вам будет их разобрать, я вам помогу. Еустасиус. Закончился наш плакида и после крещения дают ему имя Евстафий. Евстафий это значит в переводе на русский язык постоянный, твердо стоящий на ногах, верный. То есть после крещения обретает тайм. И вот опять же смотрите на него спускается сверху из облачка благодать Божия. Идем дальше. Дело в том, что после крещения начинается новая жизнь для Евстафия. Он возвращается в лес, где произошла встреча с оленем и ему снова Господь объявляет о том, что жизнь будет не так проста. То есть ему нужно будет пройти через испытания, через очень серьезные испытания, через страдания, я бы сказала, для того, чтобы испытать его веру. И испытания начинаются практически сразу же. Дело в том, что в городе разразилась эпидемия, в городе, где жил Истафий, и эта эпидемия уносит жизни его слуг, погибает его домашний скот, и в дополнение ко всему этому грабители разоряют практически полностью его имение. То есть, был ты богат его и вода, а стал ты практически никем. Что происходит дальше? И Истафий решает взять свою семью и уйти из города. и уйти не куда-то, а убежать в Египет. Напоминает вам бегство в Египет, святого семейства. Вот, посмотрите, выходит, вот они, ворота города, я вам показываю курсором, сзади очень такие башенки, извините, я не туда переключилась, башенки, очень такие элегантные, красивого, разноцветного города. И вот она сцена, смотрите, сцена, которая в средние века очень понятна была паломнику, пилигриму средневековому, потому что очень часто говорили о том, что если ты идешь в паломничество, оставь все позади, не бери ничего с собой, иди с пустыми руками, с чистым сердцем, иди в путь. Что берет с собой Истафий Плакеда, посмотрите, вот у него посох на плече, а на нем накидка, вот и все, вот весь его скарб. За ним следует его жена, он указывает рукой ей путь. И вот дальше то, то, за что я люблю этот витраж, это за внимание к деталям, которые такие очень трогательные, жизненные. Вот посмотрите, они вышли из города, малыш-то маленький, ему тяжело идти, и посмотрите, он просится к маме на ручке, вот видно, протягивает ручки, мама, возьми меня на ручки, да, такая очень трогательная, жизненная деталь. И что же будет дальше? Доходят они до берега моря, и для того, чтобы перебраться в Едипет, им нужен корабль. После переговоров с корабельщиком они поднимаются на судно. И посмотрите, тоже такие совершенно замечательные, потрясающие детали. На море уже начинается буря, да, такие волны впечатляющие, видно, да, что уже, уже, уже не шуточки, мы тут шутим. Один из корабельщиков, вот который в красных одеждах, вот такое нахмуренное, сосредоточенное лицо, он пытается сдерживать корабль с помощью весла, да, откачки. И в это время другой корабельщик в зеленых одеждах, он показывает на нахмурившееся небо. Видно, да, то есть уже размущаются тучи. И в это время Евстафий вместе со своей женой и вместе с детьми поднимается по трапу на корабль. Посмотрите, какая трогательная деталь. Малыш уже устал, идти не может. Мало того, трап очень узкий. Папа его берет, вот так вот, под ручку, да, и очень, посмотрите, такой очень трогательный жест, придерживает его за подбородок, вот так, чтобы голова у него не упала вниз и несет вот его на корабль. Обожаю эту деталь, очень такая она трогательная семейная сцена. Дальше происходит очень необычное событие. Дело в том, что я уже вам говорила, что Евстафий был разорен. и грабителями, и эпидемией, то есть у него практически не осталось средств, поэтому ему нечем было заплатить корабельщику. И не придумав ничего лучшего, капитан корабля решает забрать в качестве наложенности жену Евстафия. Евстафий, конечно, с этим не согласен, тогда его корабельщик скидывает с корабля вместе с сыновьями. Теперь обратите внимание, опять же, на композицию. Во-первых, необыкновенные жестости, эти вот жесты, динамика жестов корабельщика. посмотрите, посмотрите, как он хватает одной рукой Евстафия за щеку, вот это вот движение, падение, Евстафия другой замахивается кулаком настолько сильно, что кулак у него выходит за пределы вот этой, вот этой, медальона. И в это время, посмотрите, жена Евстафия плакиды, которая в ужасе склонила голову, да, что же сейчас с ней будет. Понимаете, что в те времена женщина, которая попадает в плен, судьба ее не завидна. Итак, Евстафий падает в воду вместе с сыновьями, ему удается выбраться на берег, но на этом испытание не заканчивается, потому что как только он выбирается на берег, ему нужно перебраться через реку, он переносит одного из сыновей на другой берег и в это время, возвращаясь, он видит льва, который хватает одного из его детей и уносит в лес. Посмотрите, опять же, на жесты нашего Евстафия. Этот вот жест растерянности и отчаяния, он взывает к небесам, да, то есть вот сколько всего смешано в этом изображении. То есть он еще ногами стоит в воде, еще в этой реке, он уже увидит этого удаляющегося льва, вот эту вот беспомощную фигурку младенца и вот и сам-то он в растерянности и в отчаянии. Хорошо, он понимает, что он потерял одного из своих сыновей и возвращаясь на другой берег, он увидит вторую ужасную сцену. Волк хватает второго ребенка и убегает с ним в лес. Но, видите, за волком гонятся два пастуха с палками и с собаками. Не знал Евстафия о том, что на самом деле эти пастухи догнали волка и отобрали ребенка и стали воспитывать его как своего. Видно, они схватили ребенка, им удалось схватить его за ножку. Но Евстафия об этом не знал. Что происходит дальше в жизни Евстафия? Он нанимается к одному землевладельцу, становится пастухом, становится крестьянином, скрывает свое происхождение, а в это время начинается война и землю атакуют чужестранцы и император Троян, помня о заслугах своего воеводы, обращается к своим слугам найти Евстафия Плакиду, где бы он ни был. Вот посмотрите, слева у нас изображение императора Трояна, он в короне, сидит на таком троне, я не знаю, видно вам детали или нет, детали, конечно, видно, что-то он такой богатый. И вот этим жестом он отправляет слуг на поиски Евстафия Плакиды своего талантливого воеводы. Два вот эти слуги послушные воли императора бродят по стране, расспрашивают жителей и вдруг в одном из крестьян они узнают своего бывшего воевода. Как они его узнали, посмотрите, у него шрам на шее. Вот эту деталь изобразил витражист. Шрам на шее. Вот он. Именно по этому шраму они узнали своего бывшего воевода Евстафия Плакин, который сейчас уже совершенно не в благородных одеждах, а в короткой крестьянской одежде, на тунике с посохом. и таким образом Евстафий снова попадает на службу к императору Трояну и снова становится воеводой. Дальше происходят еще одни удивительные события, потому что в его армии во время военных действий или после, не помню уже, в шатре встречаются два молодых человека. И начинают рассказывать друг другу удивительные истории. Оба рассказывают, что в один прекрасный момент, когда они были не очень прекрасны, когда он был еще ребенком, на корабле он был сброшен с корабля, потом его утащил лев, и таким образом он потерял и мать, и отца. И другой молодой человек рассказывает, что его история очень похожа, потому что он тоже потерял на корабле мать и отца, только его утащил волк. Таким образом встречаются два брата, они находят друг друга, посмотрите, вот они, вот этот вот жест удивления, вот эта вот улыбка, да, вот эти вот движения, да ты что, да, неужели так оно все это было? И мне очень-очень нравится, эта сцена вообще заключена в очень такой крошечный медальончик, но я ее специально вам сюда скопировала ради того, чтобы вы увидели вот это братское пожатие рук, переплетение кистей, очень трогательно, знаете, это вот невероятно трогательный жест. А кто же эта женщина, бегущая женщина? А это на самом деле жена Эстафия Плакиры, которой удалось бежать из этого рабства, потому что после этого путешествия, после этого странствия капитан корабля заболел и вскоре умер, то есть ей удалось уйти из этого пленения, причем ей удалось уйти неоскверненной. И еще одна трогательная сцена, которая мне очень нравится, потому что эта женщина находит и своего супруга, и своих детей, и вот здесь как раз изображается эта вот встреча, очень трогательная встреча, когда она видит Эстафия, падает перед ней на колени, и посмотрите, как Эстафий держит ее за плечи, обнимает ее за плечи, и другой рукой он ее подтягивает, ну встань, встань на ноги, да, то есть настолько бережный жест внимания, любви, заботы, да, о своей жизни, вот, и позади на них смотрят, смотрят люди, и мне очень тоже нравятся эти вот два человека, которые, как будто они хотят оставить их в покое, да, вот эта вот встреча двух улюбленных, которые были долгое время в разлуке, они уходят, мы оставляем вас одних. После окончания войны император Троян умирает, на его место приходит другой, его зовут Андриан, вы его можете узнать пока и вместе со своими слугами, в общем-то, дело привычное, в благодарность за окончание войны император Адриан поклоняется идолу, золотому идолу. Видите, у них у всех такой вот единый порыв, единый жест, вот эта единая композиция поклонения золотому идолу в морце. Ну и конечно не могло обойтись без того, чтобы император не обратился к своему любимому воеводе Евстафию с вопросом мы тут все поклоняемся от Ида, а ты почему нет? Ни ты, ни твои сыновья. Вот если посмотрите, вот один из тоже, один из приближенных императора, у него очень строгое лицо, и он показывает таким жестом на идола. Вот кому надо поклоняться. И вот посмотрите, такая забавная деталь. Сравните идола на предыдущей картинке и вот на этой. Видно, да? Как будто два разных изображения. Вот что вам нужно понимать? Не стремление к реалистичности, ни стремление к симметрии не было свойственно средневековому искусству. Это все было не так важно. Это нам вот сейчас важно поставить одну колонну справа, а слева от нее, чтобы колонна была симметричная. И если, например, в фильме женщина пошла на работу в красном берете, то она в красном берете на эту работу и придет. Ну ладно, берет тоже в сторону, предположим, в красном платье, в красном платье она на работу и придет. Это логично, это правильно, с нашей точки зрения. Нужно войти в голову средневекового человека и понять, что ничего страшного, а в том, что два разных изображения вот этих вот идолов совершенно несимметричны, потому что это было не так важно. Важен сам смысл, важно то, что заложено в это послание. Это идол, поклоняться ему нельзя, а остальное уже не важно. Кстати говоря, у идолов здесь очень грустное лицо. Ну и разгневанный император отправляет Ивстафия Плакиду на суд. И вот посмотрите, слева сидит судья, не просто он сидит на сиденье, у него такая подушечка комфортная подложена, и положение ног и положение рук, все говорит о том, что властный человек, и вот он указывает перстом на то, что он принимает решение послать Ивстафия на смертную казнь. И вот уже один из палачей несет связку дров, что же будет делать с нашим Ивстафием. Поэтому сейчас приближаемся к последней сцене. Одно из самых драматичных сцен этого витража. Дело в том, что еще задолго до императора Адриана в Сицилии выдумали страшную пытку. называлась медный бык. Огромный медный бык, его ставили на раскаленный огонь, туда запускали тела, не тела, извините, сажали в него людей и начинали медленно подогревать. Особо изощренным издевательством было то, что врага, их медный быков, вставляли такие специальные свистелки, что ли. то есть когда мученики внутри этого быка начинали стонать и кричать, то вот эти свистелки преобразовывали звук криков, их стонов в рев быка, то есть было ощущение, что бык ревет, так натуралистично. Да, действительно была такая казнь, она была изобретена, если я помню, в Сицилии. И вот император Адриан тоже решается воспользоваться этим опытом и что же он делает. Вот давайте посмотрим в этой сцене очень много деталей. Посмотрите, уже разжигают огонь вот эти вот два слова забыла, два палача, видите, у них мехи для раздувания огня. Внутри этого быка бык уже покраснел, раскалился, жена Евстафия Плакиды и двое сыновей, они в сидячем положении, но в это время вскакивает сам Евстафия Плакиды и обращается к Богу. Господь, видите, рука там с короной из неба спускается, то есть Господь уже готов короновать его за мученичество, и в это время один из палачей хватает его таким очень агрессивным жестом за волосы, другой рукой замахивается палкой и пытается, второй палач хватает его за руки, они пытаются его усадить в этого медного быка. то есть сцена совершенно трагичная, полная экспрессии и насыщенный красный цвет, который тоже добавляет в сцене трагичности. Страшно, конечно, смотреть, особенно, когда знаешь, что действительно такая казнь существовала и действительно такая пытка была распространена. Итак, могу вас поздравить, это была последняя сцена витражи и вот сейчас мне хотелось бы поговорить с вами вот о чем. В этом витраже на самом деле очень-очень-очень-очень много странностей, начиная от того, где он расположен и почему он расположен в Шаттерском соборе, именно на этом месте и так далее. Значит, посмотрите, святой Евстафий. Это святой, который вообще ни в какие ворота не влезает, ни в какие в рамки не вписывается. Как я вам уже сказала, он не был священником, он не совершал никаких чудес, то есть он был не простолюдином, конечно, был, то есть он был обычным светским человеком. у него даже нимбанет на протяжении всего-всего-всего повествования у него ни разу не появляется нимб. При этом этот витраж находится в боковом нефе с северной стороны, то есть когда заходите в Шаттерский собор, это третий витраж слева, в таком очень почетном месте. на своих экскурсиях я объясняю, что вот эта левая северная сторона обычно посвящена историям из Ветхого Завета. Действительно, на этой стороне у нас и Ноев Ковчег, и история Иосифа из Ветхого Завета, и вдруг вот среди этих витраж с ветхозаветными историями появляется история Эстафия Плакиды. Что за логика странная? Вообще непонятно, да? Оказывается, логика все-таки была. Вот посмотрите, ничего не напоминает этот сюжет. Вот был богатый человек, да? И после того, как он обращается к Богу, на него начинает сыпаться в изобилии испытания. Одно испытание за другим. Он теряет дом, он теряет своих родных, он теряет близких, да? Потом он снова обретает, потом снова теряет. Какую историю вам это напоминает? Ну, конечно, многострадального Иова из Ветхого Завета. То есть на месте этого витража должен быть витраж с изображением истории многострадального Иова. А появляется история святого Евстафия. Почему? Загадка. Ладно, не буду вас томить, расскажу, почему появилась история святого Евстафия. По, скажем так, двум социальным причинам. Во-первых, в 12 веке переносится мощь святого Евстафия из Рима в Сан-Дени, во Францию. И в тот момент начинается просто культ святого Евстафия во Франции. Мохи же появились, это же здорово. Поэтому история святого Евстафия становится, приобретает просто невероятную популярность во Франции. Во-вторых, вот то, что, и поэтому святой Евстафий как человек, который очень близ, история его очень близка истории Иова многострадального, он занимает его витраж занимает место в Шартерском соборе, вместо стража его многострадального. И вторая причина, нужно понимать, что в конце 12-13 веке начинается очень активный рост городов во Франции, в средневековой Франции. То есть и на первое место, если в начале в раннем средневековье скажем так, очень большую роль играли монастыри и все, что относилось к монастырям, то в конце 12-го, в начале 13-го, вообще в 13-м веке с ростом городов очень большое значение начинает приобретать буржуазия. в тот момент в соборах начинается изображение ремесленников, дарителей, донаторов, да, и в тот момент появляется, становится необыкновенным популярным жизнь святого и вставе. Это неспроста, потому что вот этим изображением, вот этим жизнеописанием церковь нам хотела сказать в то время, что да, там, не важно, даже если ты не монах, даже если ты не священник. Вот, вот посмотрите, вот человек такой же, как вы, да, женатый с детьми, вот, но у вас тоже, вы тоже можете пройти этот путь и ради встречи с Богом, да, вы тоже можете достигнуть определенных высот, то есть это был, скажем так, отдельный специальный пример для средневекового горожанина, для средневекового простолюдина, то есть очень человечный, очень трогательный, со всеми вот этими деталями, со всеми этими семейными сценками, понимаете, этот цветой был очень близок простому человеку. Вот, пожалуй, основное послание, которое было заложено именно в этом витраже. Надеюсь, что он вас так же тронул, как в свое время он тронул меня по многим причинам. знаете, когда я заканчиваю свою экскурсию, заканчивать ее могу по-разному, я призываю своих туристов подумать вот о чем. Вот Шартерский собор это как огромная библиотека. В ней множество книг, в ней множество книг, и, к сожалению, с годами некоторые странички были безвозвратно утеряны. Но вот смотрите, когда вы входите в библиотеку, вы можете начать читать какие-то книги, так ли? Но вы никогда, никогда в жизни не прочитаете библиотеку полностью. Правильно? Такого не бывает просто. И вот сегодня я не хотела вас утомлять долгим повествованием, да, я пообещала, вот Таня сидит на меня смотрит, если я и обещала уложиться в полтора часа. Вот будем считать, что сегодня мы сделали какие-то первые шаги. Мы немножечко-немножечко прикоснулись к Шартерскому собору. Тема бездомная, потому что есть люди, которые проводят в Шартерском соборе целую жизнь, всю жизнь они его изучают и до сих пор, до сих пор в Шартерском соборе множество загадок, множество непонятных нам, историкам, исследователям Шартерского собора моментов, которые нам предстоит разгадать. то есть будем считать, что сегодня мы сделали наши первые с вами шаги. Я вас благодарю за внимание и я готова ответить на ваши вопросы. С удовольствием на них отвечу по мере возможностей. Виктория, огромное вам спасибо. Может быть, вы можете прекратить трансляцию экрана, чтобы мы вас видели? Так не видно? Я себя вижу. Так, закраю. Нет, я просто вниз вот так вот сделаю. А, нет, подождите, сделаю немножко по-другому. Просто демонстрацию экрана отключите, пожалуйста. Спасибо большое, Виктория, за очень познавательный рассказ. Друзья мои, я прошу присылать ваши вопросы. От себя у меня... Так, пока наши слушатели, собираются с мыслями, тут уже кто-то вопросы прислал, кто-то сейчас пишет. Виктория, почему именно шартер? То есть, вы рассказали о существовании там собора, да, то есть, вот этот собор, он даже не первый, который был, да, и о святыне, которая там находилась. Но вот исторически, чем этот собор, чем этот собор важен? Почему именно там, да, то есть, не в Париже, не в каких-то других исторических, не в Реймсе, да, там, не в каких-то других еще римских городах? Вот чем шартер известен исторически, почему в нем такая, почему к нему такая концентрация интереса? Это первый мой вопрос. Второй мой вопрос, если вы все-таки можете сказать буквально пару слов про крипту, и было ли как-то культово или исторически обозначено место вот спасения тех самых, что называется, трех священников, да, тоже как же чудо, потому что в Средневековье на месте всяких чудес, явлений и прочего тоже что-то строилось, то есть, есть ли что-то внутри криптособора или где-то вообще в соборе отмечено, где эти вот священники с платом таким образом прятались. такой, как сказать, больше курьез, чем что бы то ни было, но тем не менее. Спасибо большое. Виктория, вас не слышно. Так, все, я включила микрофон, да? Да-да-да. На самом деле, я вижу не два вопроса, а три. Начну с первого вопроса, почему Шартр? Откуда взялось это место? Нужно понимать, что если мы вернемся к тем временам еще до Рождества Христова, нужно понимать, что Шартр был не таким-то уж неизвестным местом, это была столица гальского премии Карнутов. Слово само Карнут, от него образовалось слово Шартра, вовсе не от ликера Шартрета. Вот. Столица гальского премии Карнутов, а теперь представьте себе, Шартрский собор находится на холме. Холмы, холм на берегу реки. Вот такие места всегда привлекали людей, то есть вокруг таких мест строятся города, но в чем была особенность именно Шартрского холма? Он был покрыт лесом, и там обосновались друиды, то есть языческие жрецы. На этом холме они вырали колодец очень большой глубины, по разным оценкам, 33-36 метров. То есть, если на него посмотреть, примерно, представьте себе, 12-этажный дом, вы можете поместить его внутрь этого колодца. Второй век до нашей эры. этот колодец до сих пор находится в крипте Шартрского собора, я его показываю своим туристам. А дальше возникают разногласия между историками, потому что историки говорят, некоторые историки говорят о том, что друиды использовали этот колодец в ритуальных целях, тоже я объясняю на экскурсиях, почему именно такая версия, но далеко не все историки с этим согласны. То есть, некоторые считают, что это был просто колодец для питьевой воды. То есть, это до сих пор знак вопроса. Так вот, очень-очень-очень привлекает вот этот рассказ о друидах, о их капище на этом холме, на Шартрском холме, очень привлекает эзотерически настроенных людей, людей, которые ищут связь между духовными направлениями, что это место было святым еще в дохристианские времена. Именно поэтому не случайно на этом месте был возведен в такой вот неорголовинный собор, потому что люди, я не знаю, где копать колодец. Но есть еще такой момент, собака на меня отвлекает. Дай мне игрушку. Есть еще такой момент. В принципе, любые храмы, любые святые места, они строились на возвышении. Это очень часто. Это не только в Шартре, это везде, это и в России, и по всему миру. Так, правда? То есть, совершенно нормально, что на этом холме был в 4 веке нашей эры, когда пришли первые христиане, был построен первый христианский храм. Собачка моя хочет поучаствовать в лекции. Вот. То есть, совершенно нормальное, очевидное для меня явление. Вот. И вы хотели, чтобы я рассказала про крипту, буквально два слова про крипту. Вот крипта, это как матрешка. Французы, даже французы у меня на экскурсиях говорят матрешка, да, вот эта русская куколка, потому что в ней сохранились вот эти следы предыдущих храмов, начиная с самого-самого первого храма, заканчивая, конечно, самой вот, заканчивая сегодняшним собором, фундаментом сегодняшнего собора. И в этой крипте чаще всего я завожу туда туристов и показываю то самое место, те самые своды, под которыми прятались вот эти три священника, которые спасли покров. Это место сохранилось, оно до сих пор там. Место, знаете, очень насыщенно эмоционально, потому что люди, конечно, разные приезжают на экскурсии. Когда понимаешь, что вот в этом месте, вот, представляете, вот ты сидишь, у тебя над головой рушатся стены, падают своды, дышать нечем. Понятно, что электричество нет, ты сидишь в кромешной тьме, вот в руках у тебя, там, ты сжимаешь этот покров, и ты не знаешь, вообще закончится для тебя этот ад когда-нибудь или нет. Длится он бесконечно, ты не знаешь, время остановилось. Когда начинаешь, когда ты попадаешь в это место и начинаешь представлять себе, что могло в действительности происходить, что испытывали эти люди, ощущения, конечно, совершенно невероятные, космические. Космические, конечно, очень эмоциональное место. почему-то некоторые говорят тяжелое для меня, но радостное. Я его очень люблю. Спасибо. Место сохранилось в скрипте. Лена, у вас вопрос был. Микрофон только включите, пожалуйста. Нет, не слышно. Ага, да, да, да. Включила, включила, да. Во-первых, дорогая Виктория, дорогая Вика, мы, наконец, встретились виртуально, потому что мы знакомы много лет из-за соцсетей и так далее. И вот благодаря ковиду и виртуальным встречам наконец я увидела не только льгида, лектора, но и поэта, философа, пышущую здоровью молодую женщину, неизлечимо больную Шартерским собором. Прошу прощения за мой такой, так сказать, улет в такие сферы не очень теологические и поэтические. Но я хочу, во-первых, поблагодарить тебя за лекцию и за проникновенность того, что ты нам поведала сегодня. У меня, если ты позволишь, несколько очень маленьких, очень конкретных вопросов, очень конкретных. Если ты знаешь ответы, если нет, то я не буду делать из себя такого трудного туриста. Ты говорила о том, что одна из причин постройки, быстрой постройки такого, так сказать, важного сооружения, как Шартерский собор, это наличие камня. Что это за камень и кому принадлежали карьеры? Кто поставлял материал, откуда оно? И тут как раз я поняла, что я на одну часть вопроса отца или не ответила. Значит, точно не знаю, кому принадлежали карьеры, но очень много земель в Шартре принадлежало именно епископу. Епископу. Да, как правило, епископу. Да, песчаник, да, вот как раз мы, два года назад мы спорили песчаник или известняк, я так до сих пор не помню разницу между песчаником или известняком. Песчаник, карьера песчаника, которая находится в 30 километрах. И, извините, я все-таки вернусь к отцу, к вопросу отца Ильи, почему не Париж, почему Шарта, почему не Рейнс, почему? Дело в том, что исторически так сложилось, что после появления, во-первых, это было одно из, а может быть, и самое первое место поклонения Девы Марии во Франции. Вот это надо уточнить. Благодаря тому, что в IX веке сюда попадает покров, и именно, конечно, вот это событие послужило толчком к тому, что развился такой очень мощный, мощный духовный центр. и как измерялась в то время мощность духовного центра, измерялась количеством каноников. То есть, если в Шарте это было 72 каноника, то у парижского епископа было гораздо меньше. И епископ, и каноники, они обладали определенным количеством земель. То есть, это были люди очень богаты и, по всей видимости, поэтому мне и пришла в голову мысль, что скорее все вот эти вот карьеры, возможно, и принадлежали, относились к землям епископа и каноников. Спасибо. Вот, еще у меня такой вопрос, поскольку ты больна Шартерским собором, а я тебе выдам тайну греческой мифологии. Вот, Минотавр меня заинтриговал в центре лабиринта. Откуда это известно? Из какого-то документа или какого-то... Есть какой-то эскиз, вот, изображение, на что это было похоже? Как это выглядело, этот писей с Минотавром в центре лабиринта? Эскиза я никогда не видела, и так я его не смогла найти. Возможно, и никто не знает, где он находится. Откуда мы знаем про Минотавра? Дело в том, что это относительно недавняя история, потому что вот эта медная плита, у нас есть документ, свидетельствующий о том, что плита была снята и переплавлена, как обычно это делается, на орудие во время французской революции. Во время революции. Да, да. То есть у нас есть описание этой плиты, вот. Но уже к тому времени символическое значение лабиринтов попадает под забвение, поэтому не удосужились, по всей видимости, сделать зарисовки подробного описания. Мы знаем, что там будет эссе с Минотавром. На самом деле, я позволю себе чуть-чуть вклиниться буквально на какие-то полсекунды. Это на самом деле тема для исследования, особенно в последние, может быть, 20-30 лет, когда в средневековом искусстве, уже, так сказать, совершенно христианском, там, средних веков или даже высоких средних веков, прочитываются совершенно античные мотивы. То есть вот считалось, что античность закончилась, от нее отказались, она умерла, ее нет. Но на самом деле это совсем не так, потому что везде и на Востоке, и на Западе от античности совсем не отказались. Ее переосмыслили и в легендах, мифах, искусстве и прочего видели преобразование того, что было открыто в Евангелии. То есть вот это вот очень, может быть, топорный гиббоновский подход, да, Эдвард Гиббон, падение Римской империи, да, то есть во всех смертных грехах менить христиан, да, античные статуи с крестами, вырубленными во лбу, в качестве примера приводилось. Но на самом деле, хотя это имело место быть, в то же время большей частью культура, она очень плавно перетекла из одного в другое, очень много элементов сохранилось. поэтому даже вот это вот переосмысление этого лабиринта как пути к Богу, это тоже может быть под прямым воздействием античной культуры в принципе. Но это скорее общее замечание ко всем, потому что даже до недавнего времени в литературе случалось, что это вот какое-то эхо. Это не эхо, а это как раз такое, что называется, вмещение, переосмысление, продолжение, замещение, это уже можно интерпретировать как угодно, но никакого такого вот четкого разделения до и после или что-то до, что-то после такого, конечно, никогда не было. Но я прошу прощения, это я просто так влез немножечко, может быть, вы знаете, другим слушателям будет интересно. Спасибо, отец, или абсолютно верно. Мало того, в Шахтовском соборе есть изображение Геракла, то есть античность у нас хоть отбавляй, и как раз на экскурсиях я объясняю, почему, как вообще античность появилась именно в рамках Шахтовского собора, то есть я рассказываю историю этой знаменитой Шахтовской школы, когда именно христианские теологи обращаются к античным философам, почему на королевском портале Шахтовского собора у нас и Аристотеле фигура, и Пифагора, и кого только нет, то есть действительно очень много обращений к античности в Шахтовском соборе и уважительного обращения к античности. Я себе написала рядом смотреть, думать, перечитывать Мишеля Пастуро о бестиарии средневековом по поводу быка в очередной раз, потому что это и Минотавр, дьявол, то есть это можно вести эту логическую цепочку вплоть до Минотавров изображений, например, того же Пикассо, где Минотавр это он и его личные, в том числе сексуальные какие-то позывы дьявольские вот такие, и все те, конечно же, если возвращаться к раннему христианству, муки, мученические смерти, которые были, так сказать, которые выпадали на долю первых христиан через быка. Я уже рассказывала отцу Илье о нашем туловском Сатурнине, которого, так сказать, тоже, который был подвергнут смерти привязанным к быку и так далее. То есть вот эта вот история животное начало и человеческое начало, и через преодоление этой истории приход к духовному началу, это очень интересно. Возвращаясь к тому, что вы говорили, отец Илья, об античности, у нас есть в Гасконе на юго-западе Франции город Ош, там есть собор, один из последних готических соборов Франции, он готический, но он уже конца 15-16 веков, когда уже и готики-то не строили, вот, а фасад у него вообще полностью ренессансный, и там на витражах начала 16 века есть сивиллы или симвиллы, то есть античные пророчицы, которые изображены, там по четыре больших персонажа, где есть одна симвилла, один, значит, пророк из Ветхого Завета, кто-то из Нового Завета, ну, и последний там уже по выбору, так сказать, авторов этих витражей, то есть они таким вот в начале эпохи Возрождения чудным образом переплели античность, вот эти вот античные пророчицы, симвиллы, они предсказали, они ничего плохого не сделали, они предсказали приход Христа в конечном итоге, то есть нет войны между одной эпохой и другой. Последний маленький вопрос, и я замолкаю. Есть ли в Шартерском соборе в витражах разница между цветовой гаммой с северной и с южной стороны? Я не знаю, понимаешь ли ты мою мысль? Вот у нас такое есть на юге, такое есть в современных витражах, более теплая тона с южной стороны, более холодная тона с северной стороны, потом это можно объяснять каким угодно способом каждый гид со своей теорией. Есть ли такой момент? Потому что, конечно, цвета, то, что ты нам показывала, цвета необычайные, этот знаменитый шартерский голубой цвет, люблю душах и все остальные оттенки. Вот есть ли такая общая закономерность? Лена, спасибо за вопрос. Да, такую закономерность мы наблюдаем на трех витражах 12 века, витражных окнах 12 века на западном фасаде. К сожалению, тоже не всегда мне удается показать это туристам, то есть надо отойти подальше от этих витражей, прям такое приличное расстояние, и мы наблюдаем вот это совершенно потрясающее явление, то, что я говорю американским группам Light Matters, когда витражное окно с изображением ветхозаветного сюжета, а именно древо Иесеева находится в таких насыщенных синих тонах, вот она, шартерская си, потом происходит сюжет Бога воплощения, это среднее окно, и появляется больше таких желтых оттенков, более такое, разноцветное, и следующий витраж, он рассказывает о Бога спасительной жертве Христа и его воскресении, через спасительную жертву Христа мы переходим в вечную жизнь, и вот этот последний витраж, вот этот третий витраж самый крайний, он просто сияет золотистым свечением, это можно увидеть, отдалившись на расстоянии, когда вот мы читаем вот эту серию витражей справа налево, не слева направо, а справа налево, и вот эта вот северная часть насыщенная синяя, и постепенно, постепенно, постепенно высветляется и доходит такого золотистого светящегося в ясные дни, это просто ослепительное свечение вот этого левого, крайнего левого витража, да, есть такое, но если именно мы говорим о боковых нефах, я бы не сказала, что есть разница между северной и южной стороной в световых гаммах, хотя, да, превалирует, конечно, шартрская синь, но вот есть, например, один витраж, в котором прям откровенно, откровенно, даже два, таких витража доминирует красный цвет, это витраж первомученик, архидиакона Стефана, и мы понимаем, почему там красный цвет доминирует, да, цвет мученичества, и второй витраж жизнеописания святого Любена, где очень активно присутствуют виноделы, но там, где виноделы, там красный цвет, а в остальном, конечно, шартрский собор, когда вот в него входишь, и справа, и слева на тебя льется синий цвет, шартрская синь знаменитая. Елена, еще какие-то вопросы есть у вас, или можно к следующим переходить? Нет? Хорошо. Вот еще такой комментарий, вопрос от римского гида, вот вам тоже надо познакомиться, будете друг другу в гости, если у вас там сравнительно недалеко же, да? А может, мы уже знакомы? Контакт глаз, волосы, чеканка на сброю коня, окантовка, вышивка, облачение, украшение ножки трона, ведь, наверное, находясь в соборе, невозможно их оценить. Да, поэтому, действительно, значит, для того, чтобы это все оценить, есть два способа. Во-первых, я могу, некоторые туристы сами приезжают с биноклем, либо я выдаю туристам бинокль, но бинокль, это такой очень отвлекающий момент, вот, опять же, с точки зрения методической говорю, потому что, пока его настроишь, пока найдешь нужное место, то есть, внимание туриста рассеивается, поэтому обычно я на экскурсии приношу свой айпад, открываю, и мы там вот прямо вот эти вот все детальки рассматриваем, всю эту окантовку, направление взглядов, то есть, это все можно рассмотреть, потому что, действительно, нереально, особенно, если сцена находится на самом верху витража, действительно, нереально разглядеть детали, но что меня во всем этом поражает? Вот понимаете, особенно меня поражает, когда вот я поднялась наверх на башне Шартерского собора на высоту больше 100 метров, и ты понимаешь, что художник, вот тем строителям Шартерского собора, тем людям, которые его создавали, этим безымянным гением, было неважно в конечном итоге, видишь ты это или нет, потому что на высоте сотни метров они с такой тщательностью отделывают каждый пальчик дракона, каждый накаток, ты понимаешь, невозможно это было разглядеть с уровня земли, но им это было важно, им это было важно, несмотря на высоту, несмотря на то, что удастся вам разглядеть туда детали или нет, они это делали все для Бога, понимаете? Ну, а мне как гиду приходится приспосабливаться и показывать вот эти профессиональные фото на своем айпаде, чтобы разглядеть, чтобы дать вам возможность разглядеть вот такие детали и обсудить их с вами. Спасибо большое. Виктория, еще вопрос у нас есть. Дмитрий, пожалуйста. Спасибо, Дмитрий, Сан-Франциско. Очень благодарю вас, очень люблю Шарский собор, бывал в нем несколько раз, особенно любимый собор последний раз два с половиной года назад, но вот хотел спросить вас вот о чем. Когда первый раз вообще я попал в этот собор, это, наверное, уже лет 15 назад, с моими двумя друзьями мы предприняли такое искусствоведческое паломничество по Великим Готическим соборам Франции. И это, конечно же, в первую очередь Нотр-Дам Парижский, это Руанский собор, это Реймский собор и Шардский собор. Правда, мы включили еще Лаон, но он все-таки чуть поменьше, он как бы вот в этот вот такой квартет все-таки не так вписывается. И, в общем-то, каждому собору мы посвятили отдельный день. Вот именно только вот специально туда ездили, чтобы посмотреть. Вот по вашему мнению, ведь они похожи, они и по времени более-менее одинаковые, и, в общем-то, по размеру, по убранству, по витражам. Вот какой вот вам больше всего нравится, если вот в таком сравнении, потому что мне вот понравился Шардский собор, моему другу понравился Руанский, а другому Реймский. Вот как вы можете буквально в нескольких словах вот на это ответить? Спасибо. Спасибо, Дмитрий, за вопрос провокационный. Вы уже, по-моему, поняли из моей лекции, какому из соборов отдаду мое сердце. И я не знаю, вам удалось начало лекции, самое-самое начало послушать, где как раз я говорила о том, в чем именно уникальность именно Шартерского собора. Вы немножко опоздали, наверное, да? Ага, хорошо. Давайте еще раз повторю. Это, в принципе, начало любой моей экскурсии, это то, что делает любой гид, любой исследователь, когда обращается к памятнику своего, к объекту своего исследования. Это совершенно нормально. Говорит, чем уникален тот или иной собор. Итак, еще раз повторюсь. Значит, Шартерский собор это единственный во всем, во всем мире средневековый собор, который чудом сохранился в первозданном виде на 90%, 80-90%. Такого больше в мире нет нигде. Понимаете? Я говорю не просто о внешней сохранности, но и о внутреннем убранстве. Ветражи, большинство ветражей Шартерского собора это ветражи, которые прошли через века и настоящие средневековые оригинальные ветражи. Дальше, второй такой момент. Это собор, это самый выдающийся памятник зрелой готики, который славится единством и гармонией своего архитектурного стиля. то есть он впервые объединил в себе черты зрелой готики, остальные соборы их так или иначе репродуцировали. Не ранние готики, а зрелые, я говорю про зрелую готику. В чем причина вот этого необыкновенного единства и гармонии, которая просто приводит в восхищение историков искусства и архитекторов, это именно потому, что собор был построен в рекордные сроки, вот просто знаете, на одном дыхании, 27 лет строительства. То есть это, конечно, было для того времени фантастикой. Если сравнивать, например, с другими соборами, 200 лет Нотр-Дам-де-Пари строился, да даже в Шартре есть церковь Святого Петра, которая строилась 200 лет, знаете, заходишь туда и как будто открываешь энциклопедию средневековой архитектуры, от Адая там есть все, а Шартр это Шартрский собор, именно это необыкновенная чистота архитектурная гармония и единство. Ну и потом в начале этой же лекции я упомянула, что это был самый-самый первый французский собор, включенный из всех французских соборов, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, это, конечно, не зря. И что лично для меня важно вот именно в Шартрском соборе, и почему я процитировала Эмилия Маля, знаменитого нашего искусствоведа и знатока религиозного искусства 13 века, который говорит о том, что во всем мире нет ни одного собора, извините, во всем мире, в всей Европе нет ни одного собора, который бы сравнился с Шартрским по полноте догматической программы. То есть это я встречала во многих трудах, когда говорила о том, что практически вся средневековая мысль, вся полнота средневековой мысли, богословской мысли и мировоззрения средневекового, вот все это можно найти в Шартрском соборе. То есть эту книгу, это не книга, эту библиотеку можно читать бесконечно. Спасибо, Виктория. Дмитрий только что написал, поблагодарил. И мне пока рассказывали, пришел вопрос, но напрямую. Входил ли Шартрский собор в путь Сантьяго де Компостелло? Да, спасибо за вопрос. Да, безусловно, он входил, то есть было несколько путей, и он был на пути. Он до сих пор находится на пути в Сантьяго де Компостелло. И по всему Шартр, такие медальончики на асфальте можно найти с изображением паломника. Да-да-да. Спасибо. Дорогие друзья, если еще у кого-то вопросы, пожалуйста, пока Виктория с нами. Вопросы есть у кого-нибудь? Нет? Есть? Нет? Если на предыдущие вопросы мне не удалось ответить так, как вам бы хотелось, можете переформулировать. Микрофон включить можно, или еще что-то, ради бога, пожалуйста. Ну что ж, Виктория, пока, может, собирается с мыслями. Еще раз вам огромное спасибо. Я еще раз хочу повторить свое приглашение посещать наши образовательные семинары по понедельникам, по четвергам. Все, надеюсь, будет складываться, так как запланировано. У нас очень много интересных гостей на ближайшее время намечается. Вот в частности, в понедельник мы будем говорить совсем о другой теме, не европейско-азиатской, с археологом о византийских городах в Негиве. Это так называемый путь благовоний. И вот последняя, самая интересная его часть, существовавшая как во времена Древнего Израиля, так и в римские, византийские времена. Это вот эти чудесно сохранившиеся римско-византийские города в пустыне Негив, на юг от Иерусалима. Наш гость будет археолог Борис Языховский тоже в понедельник в 8 часов. Поэтому, кто хочет, пожалуйста, приходите. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, раз, два, три задавайте. Если вопросов нет, я хочу от всего сердца поблагодарить Викторию. Замечательный рассказ, как ваша коллега Елена очень верно подметила, ваша влюбленность и поэтизм он чувствуется. И очень благодарны вам за ваше время, за вашу такую вот в хорошем смысле страсть к этому чудесному произведению средневекового искусства в таком многоформатном. И, конечно, будем надеяться на новые встречи как с вами, так и с собором. А вот пока пришел вопрос, какие ремесленные цеха изображаются в витражах собора? Ой, в витражах собора. Как я говорю, что когда люди говорят Шартерский собор, это Библия в камне и в стекле, я говорю, неправда. Это не только Библия, это еще энциклопедия средневековой жизни, потому что действительно ремесленников очень много. Значит, почему появляется изображение ремесленников? Во-первых, они появляются в 13 веке, опять же, с ростом городов и с ростом именно важности горожанина, роли горожанина. Итак, какие у нас есть цеха? У нас есть сапожники, каменщики, пекари, мясники, меховщики, скорники, кузницы, которые подковывают лошадь. Господи, чего у нас только там нет? Честное слово, вот смотришь и так вот так иногда банкиры, менялы, тоже там есть. Да-да-да. И так смотришь иногда на детали, думаешь, мамочки, это же тут прямо целое наглядное пособие, как подковать лошадь, чтобы она тебя не легнула. Прямо в деталях вот это все изображено. Ремесленники в процессе своей работы. Я далеко не все переписываю, не перечисляю это вот прям первое, что приходит на ум. Плотники очень много. Спасибо. Ну что, по-моему, больше вопросов нет. Что ж, замечательно. Спасибо за ваш чудесный рассказ. Еще раз, Виктория. Дорогие друзья, я знаю, я вижу, тут среди слушателей есть и мои друзья и подписчики в Инстаграме и Фейсбуке. Еще раз, как меня можно найти, как я продолжу, то есть в Фейсбуке я практически уже не публикуюсь, но о Шахстерском соборе я продолжаю писать, о городе Шахстере я продолжаю писать, то, что не входит, то, что не укладывается в формат экскурсии, я пишу в Инстаграме. Мой аккаунт очень просто, относительно просто меня найти, либо вот по тегам гид в Шартр, либо Виктория Шартр. То есть мой аккаунт называется Виктория Шартр. Пожалуйста, приходите. Ну и, в принципе, я думаю, что по запросу в Гугле тоже можно найти мой сайт и дай Бог откроются границы и мы сможем ездить друг к другу на экскурсии. Ну вот вдруг пришел еще вопрос от Надежды. Вопрос про сотворение Ева. Надежда, сейчас я включу микрофон, так, может быть, будет поскорее. Позвольте вас вычислить. Надежда. Да, пожалуйста, Надежда, включите ваш микрофон и тогда можно будет задать вопрос. Я подключу микрофон. Здравствуйте, я муж Надежды, мы вдвоем смотрим. Большое спасибо. Вот если я не ошибаюсь, у меня есть фото изображение скульптурного Адама и Евы на фронтоне. И вот в отличие от других известных средневековых изображений, Ева не творится из Адама, а просто вот непосредственно Богом творится. Есть какая-то версия, почему так? Я пытаюсь вспомнить, про какое именно вы изображение. Есть самое известное изображение, когда Иисус, то есть Бог в виде Иисуса творит Адама, он как бы к нему склоняется головой, и симметрично также Ева, изображение Евы. И еще раз вопрос. Вопрос, почему Ева не рождается из Адама. Например, мы во Флоренции видели, там тоже есть Санта-Мария дель Фьори, там изображение Евы, но обычно она из Адама рождается, как в Библии, а здесь она отдельно, Адам при ее сотворении не присутствует. Есть какая-то версия на это? Значит, смотрите, у меня возникла, сразу скажу, это моя версия, потому что сейчас, на данный момент, когда вы мне задаете этот вопрос, у меня в голове несколько изображений сотворения Евы из Шарковского собора, я понимаю, о каком вы говорите. И там действительно Господь сотворяет ее из тела Адама, возможно, это уже то, о чем говорите вы, это уже момент после сотворения, то есть это уже не сам момент сотворения, но после сотворения, то есть это моя версия, хотя мне нужно сейчас найти это изображение. Извините, пожалуйста, вы про скульптурную композицию говорите. скульптурная находится на входе, это фронтон, который, по-моему, сейчас северный вход. На северном портале, да-да-да. На северном портале это самое известное изображение, вот когда Иисус держит Адама, это открытые продаются, но изображение Евы меньше продается, оно прямо симметрично, вот на этом же портале оно находится симметрично, голова к голове, то есть голова Евы, голова Иисуса, ну, примерно они симметричны, но вот меня поразило, что Ева отдельно, то есть Адама нет, я думаю, что вы сейчас говорите о другом, вы именно говорите голова к голове? Ну, это как сейчас, ну, симметрично, то есть есть Иисус, который держит Адама, и Иисус, который держит Еву, вот эти два Иисуса, они голова к голове. Нет, смотрите, то изображение, о котором говорите, если хотите, я вам сейчас быстро найду фотографию. Надо? Или нет? Ну, если да, если просто я видел очень много изображений вот на средневековых соборах, когда Ева рождается из Адама, ну, как это и в Библии сказано, а здесь Адама нету, Ева отдельно. Нет, смотрите, то, что вы увидели, это не сотворение Евы. Виктория, извините, может быть, можно найти изображение? Давайте я попробую. Было бы интересно, так сказать, воочию видеть. Главное, чтобы я сейчас так, мне растерялось, секундочку, я его найду. Я его найду. Я покажу, Надежда. У меня оно вот в кабинете. Так, сейчас минуточку. Прямо из отворенного. Он за плечами у Бога, то есть Господь его пока держит в мыслях. Я думаю, что вот как раз об этом вы говорите, то есть это попытка средневекового скульптора передать эту фразу, Господь сотворил Адама по образу и подобию своему, но до того, как он его сотворил, он держал его образ в мыслях. И вот, значит, там изображение Бога в виде Иисуса Христа и сбоку у него, подождите, прямо тут у меня зеркальное изображение, голова. Это образ человека, который Господь держит у себя в голове, будущего человека. Мне кажется, это то, о чем говорит его. Он прямо параллельно вот этому изображению, которое вы сейчас мне показываете, которое я очень-очень люблю. Мой вопрос о Еве. Почему Ева одна, без Адама? Вот это мой вопрос. Это, скорее всего, не момент творения. Это не момент творения, это после творения. Я не наставлю, просто мне было интересно. Это не момент самого творения, это после сотворения. Понятно. Спасибо. Не за что. Лена что-то спросить хочет? Адрианова? Нет? Нет? Хорошо. Ладно, спасибо большое. Виктория, еще раз спасибо за лекцию, всем участникам за участие и за ваши вопросы, за активную дискуссию. Очень благодарна за ваше время и тогда до новых встреч. До новых встреч. Оставайтесь здоровыми. Спасибо, до новых встреч. Приезжайте на экскурсии. Не проезжайте мимо шавтра. Хорошо. Всего доброго. До свидания. Будем знать. До свидания. Спасибо.